всем привет меня зовут владимир мельников я снимаю видео для своего канала на ю тубе в частности про устройство авто сегодняшняя тема классификация выдвижного автомобильного транспорта и именно с этой темы я начинаю свой новый раздел об устройстве автомобилей и в качестве первого темы я решил выбрать относительно простенькую тему как классификация автомобилей и так перейдем же к сути данного видео и первым скажем так под заголовком у нас будет роль и значение автомобильного транспорта кратенько пробежимся и вспомним в чем же суть это подвижной автомобильный состав подразделяется на грузовые пассажирские и специальные транспорта к грузовому составу относятся грузовые автомобили прицепы и пол прицепу предназначен для перевозки груза и в качестве примера я привожу пример на слайде машины газ 53 который относится к категории c имеет так задний привод платформу имеет то платформу с бортами но это так кратенько определение следующее это к пассажирскому составу относятся легковые автомобили автобусы полуприцепы предназначен для перевозки людей и качестве примера я привожу газель который вы можете прекрасно видеть в качестве маршрутного такси следующее к спец транспортно относятся автомобили прицепы пол прицепа предназначен для выполнения преимущественного не транспортных работ и имеющие специальное оборудование или специальный кузов в качестве пример я привожу пожарные машины но не только они могут быть специальным транспортом это могут быть они могут быть встречаться вернее у полиции у врачей газовщиков мчс ников и так далее также что еще в армии могут они встречаться да впрочем везде вот едем дальше следующий подзаголовок это классификация грузового подвижного состава грузовые автомобили имеют следующую классификацию 1 по назначению их разделяют на автомобиль для общего назначения и специальном автомобиле общего предназначить предназначение имеет кузов в виде платформы с абортами и предназначена для перевозки грузов всех видов за исключением жидкости без стары и опять таки я привожу пример газ 53 специальный автомобиль не кузов приспособлены для перевозки определенного вида то есть это может быть автомобильный тягач который имеет не просто скажем так платформу а платформа плюс скажем так стал бы для перевозки в да на данном слайде бревен 2 по проходимости автомобильные грузовики бывают обычные дорожные которые мы широко все знаем повышенные и высокой проходимости проходимость автомобиля определяется числом ведущих колес и выражается колесной формулой 4 на 2 4 на 4 6 на 2 6 на 4 6 на 6 и так далее опять-таки это это же могут быть обычные авто тягачи а может быть и и спец транспорт например армейский скажем так тягач а третье по по приспособление климатических условий автомобиль бывает для использования в условии умеренного холодного и жаркого климата хотел бы немножечко уделить этому внимание этот пункт интересен тем то что основная часть автовладельцев автолюбителей так далее так далее так далее так далее все думают то что машины в этом плане универсальные неважно будь она будь машина сделана в северной части земли она будет также хорошо работать и скажем так на экваторе там где жара но как показывает практика это не так вернее до машин также работает хорошо но например если машина была предназначена для умеренного умеренного влажного и холодного климата как например у нас россия то владельцы думают то что она будет также хорошо работать и на экваторе например как в африке может 9 в частях австралии там еще где то на самом деле ты не так в этом случае машина будет в очевидном случае быстро нагреваться перегреваться и так далее или наоборот то есть машина сделана в какой-нибудь стране которая расположена экваторе а и эту машину перевозят в странах ближе к северу ну скажем так в холодные части земли они думают то что он также будет хорошо работать но на самом деле это не так машина будет не в том что плохо и там замерзать она будет но вы как автовладельцы будьте больше времени тратить на ее прогрев или техническое обслуживание ну впрочем тут уже решать вам следующее идет 4 пункт по характеру использования различают грузовые автомобили на одиночные и на авто тягачи то есть по сути о чем я говорил на предыдущих слайдах одиночные это пускай тот же газ 53 с тендом без стенда неважно это все равно одиночный грузовик и авто тягач это все тот же авто тягач неважно от каких он там геометрический был геометрический форм есть авто тягачи кабины которые расположены надо двигателем а есть авто тягачи где двигатель вытянутый то есть кабины расположены позади моторного отсека вот но тем не суть от этого не меняется он все тот же авто тягач вот и перед ход переходим к следующему подзаголовку это маркировка грузовых автомобилей что такое маркировка индексации так далее суть заключается в том то что маркировка каждому грузовому автомобилю приз присваивается индекс состоящий из букв и цифр буквы обозначают сокращенный вид наименование завода-изготовителя первая цифра в индексе означает класс автомобиля в зависимости от его полной массы и как вы видите на данном складе и всего 7 идут они от 1 от 1 до 7 1 до полторы тонны двойка от полторы тонны до двух тонн тройка от двух тонн до восьми тонн четверка от 8 тонн до 14 тонн пятерка а 14 тонн 20 тонн шестерка а 20 тонн до 40 тонн семерка свыше 40 тонн вторая цифра определяет вид груз груза автомобиля вообще грузовые автомобили номеруются с тройки почему первое и вторая цифры не входят потому что по номер один это легковые под номер до автобусы да они имеют свой вес но тем не менее они не входят туда потому что у них совершенно иное предназначение то есть легко в автомобиле они переводят как людей так и груз а могут и все вместе но по стране с грузовыми автомобили они не могут перевозить большие грузы как например тот же газ 53 автобусы они полностью предназначен для перевозки людей вот и все и поэтому и начинаем маркировку с цифры номер три под номер три это бортовой автомобиль то есть тот же газ 53 4 это авто тягач там это может быть любой авто тягач там кузов расположен над двигателем или позади двигателя и так далее 5 это самосвал то есть по сути может выглядеть так же как и бортовой автомобиль вот но его предназначение именно самосвал то есть он сам сваливает груз там налево направо назад то есть любую сторону 6 это цистерна то есть предназначен для перевозки жидкостей 7 это фургон то есть в чем отличие то есть это все тот же бортовой автомобиль только имеет крышу простыми словами есть крыша скартак тентовая она же просто народе мягкая а есть как крыша кузова то есть автомобиль полностью сделан как одно единое целое 8 это резерв или запасной 9 это специальный дальше 3 и 4 обозначает номер автомобиля то есть от 1 и до 99 в качестве примера я привожу камаз 5320 первая цифра номер 5 значит вес от 14 до 20 тонн то есть этот автомобиль рассчитан от 14 до 20 тонн вторая цифра номер три это бортовой автомобиль то есть имеет борта то есть платформа с бортами то есть крыши нет ни мягкой ни жесткой просто 20 значит 20 модель по счету есть в индексе и присутствует пятая цифра она обозначает порядковый номер модификации то есть это тот же скажем так авто тюнинг только в чем отличие если авто тюнинг подразумевает то что владелец берет свой автомобиль и дорабатывает то что ему нужно например там двигатель салон электрооборудование ходовую часть и так далее так далее это примерно все то же самое но происходит на самом заводе вот так же это может быть и и по просьбе смо будущего автовладельца то есть в этом случае уже работа делаться на заказ так принято говорить вот но тем мнение суть остается прежней модификация то есть берется автомобиль и уже дорабатывается на самом заводе вот и все простыми словами но по сути то что я хотел сегодня рассказать суть я рассказал тема конечно простенькая вы можете найти в любом другом интернет-источнике но я взял именно самую суть так чтобы даже автолюбитель легко мог понять в чем заключается суть но на этом все также что хотел бы сказать сказать в конце подписывайтесь на мой канал пишите комментарии если есть у кого-то какие-то замечания или вы увидели мои ошибки или у вас есть какие-то предложения по развитию моего канала пишите пишите я буду читать анализирует думать и стараться не допускать ошибок в будущем прислушиваться к вашему мнению также ставьте пальцы вверх а добавить в ко мне в различные соцсети я лично этом буду рад также обращайте внимание на подсказки которые периодически всплывают у меня видео то есть в начале в середине в конце также также пожалуйста поставьте колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео ну а на этом все всем спасибо до новых встреч